Оформить ДТП по Европротоколу водители могут только в том случае, если в аварии нет пострадавших, вред причинен только двум автомобилям, все водители остались на месте, у каждого есть полис ОСАГО, ущерб не превышает 100 тысяч рублей. К тому же у участников не должно быть разногласий при описании обстоятельств ДТП. Во-первых, нужно зафиксировать местоположение транссредств на проезжей части, в том числе с помощью средств фото- и видеофиксации, а попросту, проще говоря, сделать несколько обзорных снимков с разных ракурсов, для того, чтобы потом можно было восстановить положение транссредств на проезжей части к объектам дорожной инфраструктуры, к краю проезжей части. Если попавшие в аварию автомобили мешают проезду, после съемки их необходимо убрать. Оценив ущерб, участники могут приступать уже непосредственно к заполнению Европротокола. Его бланк должен выдавать страховой агент при заключении договора ОСАГО. Актуальную форму документа можно скачать и в интернете. Тогда они, взяв извещение о дорожно-транспортном происшествии, сев за стол и взяв в руки документы, самостоятельно заполняют вот это извещение. Здесь ничего сложного нет. Записать все нужно без ошибок, иначе страховая компания может отказать в возмещении ущерба. Оформив Европротокол, водителям нужно обращаться к страховщику. Сделать это надо в течение пяти дней. Ремонтировать автомобиль можно только спустя 15 календарных дней после аварии. Европротокол, конечно, экономит время. А это в нашей жизни самое главное сейчас. Проще оформлять дорожно-транспортное происшествие. Не нужно к нам приходить, не нужно ждать, пока сотрудники полиции оформляют. Если же ущерб более 100 тысяч рублей и не все участники согласны с обстоятельствами произошедшего, то водители на листе А4 должны составить схему ДТП. На ней нужно нарисовать, как автомобили располагаются на проезжей части, указать примерную ширину дороги, показать стрелками движения и отметить место удара. Сюда же нужно вписать дату и время аварии, марки и номера машин, фамилии, имена и отчества водителей. Схему вместе с фотографиями с места происшествия нужно предоставить сотрудникам ГИБДД. Полицейский заполнит все необходимые для страховой компании документы.